Фестиваль народных талентов Могилёвщины займел свой протяг. Гэтым разом творчую справоздачу тримал Крычевский район. У Могилёве областным методичным Центре народной творчества на ведвольников порадовала выставы декоративно-прикладного мастерства и сдевели вырубы с керамики. А у концерта фигурировали историчные персонажи. Императрица Якатярина и граф Потёмкин. Крычевские мастеры сустракали выставы продажем. Мы из Крычева, аграрный колледж, и наши учащиеся занимаются столярным делом. Делают такие изделия. Вышиванки, ткацтва, вытянанки, знакомитые крышевские свистульки. Усё гэта можно было не только поглядеть, а ле и набыть. Презентовали новую форму работы с читачами и библиотекарей. Святошный настрой на выставе под трымлеву ансамбль народных инструментов «Спадшина». Крычевщина показывает именно своё направление, чем они развиты и на что они способны. Библиотека в каких формах работает? Она работает в формах и арт-кафе, и библиотека-кафе. То есть интересные формы. И своих авторов интересно подают. Меня очень приятно удивляет эта школа искусств. Здесь присутствует у нас три народных коллектива. Это коллектив, значит, народные витания. Это народный коллектив ветеранов, хора ветеранов. И духовой оркестр. Значит, вот они сегодня будут проходить зашиту. И плюс, также мы сюда привезли коллектива наших школ, значит, искусств. За кулисами самодеянные артисты рыхтуются до выхода на сцену. Поехал, Сидор Дамлына! Ого! Символ нашего города, нашу императрицу Екатерину и графа Потёмкина, который тоже появится на сцене. Наши знаменитые овощилы, которые являются основателем нашего города, тоже покажутся на сцене. Крышевский район поведал историю своего края не только концертными номерами, а ле и виды слайдами знакомитых мест. На стафету областного творчого проекта «Фестиваль народных таллинтов» Могилёшины принял Климовицкий район. Седа Каспарова, Татьяна Сергеевичек, Александр Артемьев, Новин Эргион.